привет всех приветствую на моем канале марафон здоровья и разговорный марафон хожу в основном хожу по лесу и свою ходьбу называю марафоном здоровья почему марафон здоровья потому что здоровье никому не помешает я так подумала что мне нужно тоже и вот я уже хожу 282 дня вот потому что каждый день хожу потому и марафон но все-таки это ходьба и не бег может быть я когда на может быть я когда-то и начну бегать но сначала нужно набраться здоровье чтобы бегать и изучить как правильно дышать при беге потому что вы знали такое что добежав марафон люди просто падали умирали от чего это кажется ну ты устал просто вот ну устанешь сильно да но ничего же страшного а нет страшно пока ты бежишь происходит неправильный обмен кислорода углекислого газа и вот такие ситуации так что я только хожу пока а вот наберусь здоровья начну бегать и изучу как правильно дышать да я всегда с позитивом иногда лишнее шучу но я думаю что это гораздо лучше чем ходить вот такой унылой до присоединяйтесь и будете как говорится ходить и будете здоровы и будете такие вот смешные как я постоянно смеяться смех без причины признак дурачины пусть будет так зато у меня хорошее настроение да а если серьезно серьезный не будет разговорный марафон о чем сегодня что-то мне вот такое вот как придет что-то на ум и думаешь это очень долго рассказывать а что-то другое это вроде бы все знают но ну вот я как-то общалась со своей подругой и она говорит там что можно после работы взять и быстро приготовить курятину 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 я время курятина конечно это хорошо каждое мясо по-своему хорошо но нужно разнообразие нужно и свинина некоторые категорически свинина это это фу говядину только кушать каждое мясо хорошо по-своему и будет правильно если будет разнообразие а то некоторые в беларуси я знаю только свинина 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 ничего кроме свинины ну вот сейчас они еще и курятину стали есть раньше было но точно только свинина и вы просто не представляете какую жирную они свинину едят ели и будут есть это выбор каждого но они точно не и не покупали говядину точно и даже сейчас я была в гостях там в магазине нету говядины нету чтобы купить говядину это нужно очень очень постараться найти так что я сегодня говорится обо всем и не о чем значит в питании но должно быть разнообразие полезно и говядина и свинины и даже курятина вот некоторые курятину говорят это не мясо я не мясо ел в общем представляете вот такие в каждый по-своему что привык кто и кушает так и и как говорится изъясняется ну если кому-то курятина не мясо но пусть будет это не мясо для них так что я свою подругу как бы просветила говорю нужно нужно разнообразие она согласна но после работы некогда и сама быстро готовится курятина тогда просто новый рецепт курятины чтобы было разнообразие какое-то даже если вы не можете купить другого мяса вот приготовьте по другому курятину а где мне здесь поворачивать не знаю значит рецепт курятины берем полтора килограмма бедрышек скажите надоели бедрышки да новый рецепт новый рецепт новый может кому-то не новый но основная масса не знает такого рецепта и что там курятина в лучшем случае кори обмажут до куркумой посыпят это такое вот такой уже я думаю что приевшиеся вариант новый вариант берем я уже сказала полтора килограмма бедрышек у кого семья меньше берите меньше берем две луковицы немаленькие среднего размера режем этот лук кубиками как на зажарку предварительно бедрышки вы знаете хотя бы нужно вымочить все мясо нужно вымачивать подержали в воде вымочили вода стекла посолили высыпали этот подготовленный лук кубиками и так это его пожмякали пожмякали вместе с мясом чтоб сок пустился заранее немного немного заранее когда вы начали вот это вот все делать сделать такое взять шафран если у вас нету настоящего шафрана то и думаю что есть обыкновенный шафран который продают на раскладках типа шафран вот такой желтоваток красненький он тоже сгодится это дешевый вариант шафрана вообще-то это сафлора красильное растение такое есть тоже сгодится значит щепоточку полстакана воды щепоточку это сафрана и пусть настаивается пока вы помыли и и порезали лук вот этот шафран настоится и получится красненькая водичка вот следующий вариант после того как вы лук помяли с бедрышками берете открываете полочку где ваши специи лежат и ложите одну чайную ложку паприки хорошую такую чайную ложку не стесняйтесь сверху вот потом берете тоже хорошую чайную ложку сверхом сушеного имбиря это все в наши бедрышки и берете корицу чайную ложку без верха чайную ложку без верха да а если у вас настоящая корица органическая то половина чайной ложки в пол чайной ложки это если у вас супер хорошая корица все это перемешиваете выливаете настойную вот эту водичку с шафраном и если это лето то отправляете в холодильник пусть настаивается если это не лето просто оставляете как говорится на столе пусть полчаса промаринуется в холодильнике можно и час пусть маринуется пока вы там что-то будете другое готовить или отдыхать тем временем все и готовите в духовке потом если вы просто готовите одно мясо то вот оно можно так приготовить и все его просто ложится в какой-то в чем вы готовите или в сковородке или в стеклянных сейчас таких емкостях прямоугольных готовят в любой форме готовит но накрыты или крышечкой или фольгой сначала накрыты а в конце потом снимаете чтоб сверху зарумянилась новое блюдо новые вкусы и это супер мало того что нам нужно организму новые вкусы да новые вкусы это супер для здоровья так что видите все у вас на кухне должно быть тоже самое курятина но совершенно новые вкусы супер можно приготовить вместе с гарниром если у вас большая сковородка или большой противень наложите картошки а сейчас можно и баклажанов и кабачков и патиссонов всего что угодно и морковки все что угодно в помидорах все в то что любит а сверху выложить бедрышки тоже это все накрыть и будет супер-супер легко и быстро все нарезал набросал набросал и готова а я все иду иду никак не выйду из леса людей мало где все люди те все люди я не знаю чтобы сегодня были на речке так нет на речке после дождя и объявляют будет дождь но почему лесу нету я не знаю что за домоседы значит выбор каждого я вам советую выходить на ходьбу и делать в своей жизни разные вкусы даже если из одного и того же продукта но можно сделать супер супер себе супер фуд на сегодня все пока пока